Друзья, очень часто, желая быть владельцами модных брендов, мы наталкиваемся на подделки. Для того, чтобы не быть жертвой этих неприятностей, мы решили обратиться за советом к эксперту сервисного центра New Device. Друзья, знакомьтесь, это Ярослав. Ярослав, здравствуй. Привет. Расскажи, пожалуйста, как же все-таки выбрать популярный модный бренд для того, чтобы не стать жатвой подделки? Ну смотри, айфон действительно очень популярное устройство, и все люди, которые их продают, они хотят максимально дорого продать. И так как это популярное устройство, его до последнего ремонтируют, до последнего умучают, чтобы хоть как-то вернуть свои деньги. Смотрите, я вам расскажу на примере шестого айфона, как изначально отличить оригинальный аппарат от китайского. Ну, во-первых, если он в таком выключенном состоянии, все винты, все сеточки, все должны быть идеально сделаны. Apple делает идеальный продукт. Также следует обратить внимание на камеру, переднюю, заднюю. У каждого аппарата, если взять айфон 6, у него сзади есть e-mail. E-mail проверяется на сайте Apple. То есть можно зайти на сайт Apple, написать проверка Apple по серийному номеру, либо по e-mail. Ввести его там, и там вы увидите информацию о вашем аппарате. Когда вы берете аппарат в руки, первым делом следует проверить iCloud. iCloud это учетная запись Apple. Она вам предлагает хранить до 5 гигабайт вашей информации, то есть у них на сервере. И у них есть такая функция найти айфон. То есть это довольно-таки хорошая функция понятия безопасности, но для рядовых пользователей, которые не разбираются, это может быть роковым. Потому что если аппарат блокируется удаленно, то он уже не стоит на своих денег. И самое ценное, это сам аппарат. Сейчас появилось очень много китайских копий, аналогов, всевозможных, которые Apple пытаются скопировать. Скажи, пожалуйста, как отличить китайское устройство от оригинального? Говорят, что, например, часто в китайских устройствах там есть антенна и подобный функционал. Ну да, честно говоря, китайцы умеют порадовать набором дополнительных функций. Но самое основное, это если есть программный интерфейс, должен быть оригинальным, должно быть, если вы заходите в Apple Store, это должен быть Apple Store, не должен запускаться повторно. Насколько я понимаю, это магазин приложений. Магазин, да, приложений, то есть должен быть именно от производителя Apple. Если же будет запускаться что-то стороннее, это уже не оригинальное устройство. Ну и опять же проверка по всем серийным номерам, по E-mail. Важно, что еще при покупке. Если, например, аппарат был ранее в ремонте, а вам продавец об этом не сказал. Я советую всем, кто приобретает аппарат, обращаться в сервисные центры, чтобы им этот аппарат скрывали и давали диагностику. Был аппарат в ремонте, не был топленный, не топленный. Ну что ж, Ярослав, я тебе говорю спасибо за помощь, за советы. Я думаю, что наши зрители будут тебе благодарны. Что пожелаешь неголаевцам? Я пожелаю любить свои гаджеты, ухаживать за ними, не разбивать, ну и обновляться и пользоваться только самым лучшим. Вот такие вот... Тебе спасибо, успехов в твоем деле. Пожалуйста.